Всем привет! Вы на канале Дети Звезд. Анна Михалкова родилась в 1974 году в семье известных людей. Это актриса Татьяна Михалкова и не менее известный режиссер Никита Михалков. Анна с детства любила проводить много времени с папой на кинопощадке и вопрос, какую профессию выберет дочь, отпал сам собой. После того, как школа была окончена, девушка уехала в Швейцарию изучать историю искусства. После возвращения в столицу артистка решает поступить во ВГИК, но вскоре понимает, что хочет освоить еще хотя бы одну профессию и поступила в МГИМО на факультет международного права. Окончательно закончив учебу, как и предполагалось, Анна стала известной актрисой и полюбилась многим зрителям. Ее первой ролью стала картина «Первая любовь». После удачного дебюта ее отец предложил дочери сняться в его фильме «Сибирский цирюльник». В кинопрокат проект вышел в 1998 году и принес артистке ошеломительный успех, после которого Анну стали приглашать во многие известные кинопроекты «Эпидемия» и сериал «Шторм». Также она приняла участие в съемках третьего сезона сериала «Доктор Рихтер». А в 2019 году ее пригласили сыграть в комедии «Давай разведемся». И это только малая часть картин, в которых снялась Михалкова. Но до сегодняшнего дня Анна в своем творчестве остается успешной и, как и прежде, всеми любимой. На личном фронте у артистки не все так хорошо, как в карьере. В 1997 году Михалкова знакомится со своим будущим мужем. Им становится Альберт Баков, который занимает должность генерального директора одной большой фирмы. Вскоре после знакомства они сыграли свадьбу. Прожили в браке несколько лет и в семье появились два сына – Сергей и Андрей. А в 2007 году семейная жизнь дала трещину, и они оформили развод. Михалкова недолго пробыла одна и быстро нашла другого кандидата в супруги. Ее выбор пал на режиссера Александра Шейна. Была назначена свадьба, но ей не суждено было состояться. Прошлый муж Альберт решил вернуть Анну и буквально забрал ее со свадебной церемонии. Официально в разводе артистка и гендиректор находились один год. В 2008 году они снова поженились. А еще через пять лет у них родилась дочка Лидия. А оставленный у алтаря Шейн все-таки нашел свою вторую половинку. Ею стала Чулпан Хаматова. Желаем Анне оставаться такой же жизнерадостной и яркой, какая она есть. А вам нравится творческая династия Михалковых? Пишите в комментариях. Также не забывайте ставить лайк и подписываться. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!